Беседа Господа Иисуса Христа с Самарянкой Часть третья – Христос и Самарянка Господь Иисус Христос встретил у колодца Иаковлева, который находился неподалеку от Сихема, Самарянку В беседе с ней он не только открыл ей истину о даре Божьем, как в воде живой Но истину о самом Боге, как об Отце, который есть Дух, ищет в себе истинных поклонников Духи и Истине Так же и указал на самого себя, как на Мессию Эти слова незнакомого Иудея, которого она сначала воспринимала просто как путника Потом сделала, что он является пророком И, наконец, в ответ на его утверждение, что он Христос, с этим согласилась Настолько впечатлили Самарянку, что она оставила свой водонос, свое ведро Все оставила для того, чтобы пойти и поделиться этой радостью Обретение истины и обретение Мессии со своими единоплеменниками, самарянами, жившими в Сихеме 28 стих Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям 29 стих 4 главы Евангелия от Иоанна Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала Не он ли Христос? Самарянка пользовалась дурной репутацией среди своих единоплеменников Пользовалась дурной репутацией, потому что у нее было 5 мужей Она с ними разводилась И нельзя было, в соответствии с представлениями жителей этого города, шестой раз выходить замуж Тем не менее, она себе тайного любовника нашла О чем, может быть, кто-то и знал Поэтому, если она пойдет и сразу скажет Я нашла Мессию, которого мы ждем А это ожидание составляет один из наших пяти основных догматов То, возможно, над ней посмеются Возможно, скажут Да ты же вся во грехах Как ты можешь говорить, что с тобой беседовал Мессия? Поэтому самарянка хочет привлечь единоплеменников Но понимает, насколько она в их глазах скомпрометирована Поэтому начинает она точно так же, как с ней беседовал Христос Он приводил ей определенные аргументы, сведения, знания Так она вначале излагает аргументы Она говорит своим единоплеменникам Посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала Вы меня осуждаете за мою греховную жизнь Я встретил человека, совсем незнакомого, который меня не осудил Но указал мне на эту греховность Хотя он меня не может знать Итак, он беседовал со мной, хотя знал, кто я Не он ли Христос? И, возможно, когда вот в такой последовательности Жена самарянская изложила ситуацию Это и повлияло на то, как поступили самаряне Потому что, если придет Христос Придет для того, чтобы миловать Раз он знает о ней все, но тем не менее помиловал ее То помилует Христос и их Поэтому они поступают абсолютно адекватно Искренне, честно Тридцатый стих Они вышли из города и пошли к нему И вот ведь интересно Будучи с точки зрения иудеев еретиками Которые не принимали всего священного писания евреев А только пятикнижие Да и то в исправленном виде Везде в своем пятикнижии название горы Горизин Заменили на гору Мария Принимая не полностью вероучения иудеев А только пять догматов Самаряне Не были изначально расположены к Иисусу Христу С такой ненавистью С которой относились к нему Вроде бы умудренные учением иудеи Иудеи очень часто хотели его Побить камнями Противостояли ему А самаряне Тем не менее По свидетельству жены Идут для того, чтобы лично увидеть Того человека Которого она назвала Христос И вот самаряне выходят из Сихема А Господь Иисус Христос сидит у колодца И возможно И он и его ученики Видят множество людей Которые выходят из города Тридцатый стих Они, то есть самаряне Вышли из города И пошли к нему А в это время Христос беседует С учениками Тридцать первый стих Между тем Ученики просили его Говоря Рави Ешь Ученики принесли еду И конечно хотят Чтобы их учитель Воспользовался их трудом Они старались Они ходили в город К людям с другой культурой К которым иудеи относятся неприязненно И они принесли еду Возможно вкусную еду Они говорят Учитель покушай Но Господь отказывается Отказывается не потому Что их не ценит А потому что желает Их наставить Дать им возвышенное учение Тридцать второй стих Но он сказал им У меня есть пища Которой вы не знаете Говорит так для того Чтобы возбудить интерес у учеников Что же за пища Нам нужно было в город сходить Вернуться И вдруг он говорит Что у него есть еда Тридцать третий стих Посему ученики говорили между собой Разве кто принес ему есть Не решаются ученики Прямо спросить у учителя А откуда и какая у тебя еда Начинают шептаться между собой Может быть кто-то ему принес Из города А мы не заметили Но вроде бы как Как в это время Когда все по домам Очень жарко Полдень Полуденный зной Вроде бы мы никого не встретили Ни по пути в город Никого не видели Кто шел бы из города Вместе с нами И принес учителю еду Как же так? Что происходит? И Господь Иисус Христос Видя их заинтересованность Объясняет им Тридцать четвертый стих Иисус говорит им Моя пища есть творить волю Пославшего меня И совершить дело его Почему он так отвечает? Потому что уже идут из города Самаряне И если сейчас он начнет есть пищу То он отвлечется Он не сможет их должным образом встретить С ними поговорить Наставить Обратить И поэтому он отказывается От обычной Физической пищи Для того чтобы Открыться Марянам Отца Открыться Марянам Слово Божие И вот через это делание Трудов Через исполнение воли Божией Получив от Бога Силу А он есть и сам Воплотившийся Бог Поэтому в нем Эта сила Он получает И пищу Конечно сказано это для нас Христос как Бог Воплотившийся Как Единородный Сын Божий Не нуждался В физической пище Хотя тело у него было человеческое Поэтому он вкушал пищу Но мы с вами понимаем Не нуждался именно в таком смысле Как человек конечно нуждался в пище Но мы с вами понимаем что сказано это было для нас Иногда у нас с вами тоже бывают такие ситуации Когда мы думаем насытиться материальной пищей Допустим был пост Мы воздерживались Мы молились Мы служили Мы причащались Но мы устали И вот приходит скоромный период И мы начинаем кушать И наедаемся Всякие колбаски Окорочка Молочные продукты Яичничка И много-много вкусностей Конфетки Тортики Пряники Молочко Кофе Вот мы едим 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 Мы наелись И мы чувствуем Что мы расслаблены И вдруг настроение у нас ухудшается Вот ту самую последнюю тяжелую седмицу Страстную поста Когда мы постелись Нам было тяжело Но у нас был бодрый дух В целом мы были настроены оптимистично Хотя очень физически устали А сейчас вроде бы мы отдыхаем Мы много едим И нам становится не так уж и приятно У нас портится настроение Мы начинаем с кем-то ссориться и так далее Так бывает и в жизни Исключительно какие-то материальные физические вещи Не могут нас насытить Не могут нас постоянно радовать Наступает пресыщение Наступает раздражение И если мы об этом не забываем Что такой может быть эффект От обычной пищи А начинаем делать добрые дела Начинаем быть бодрыми Стараемся жить в духе Пребывать в духе То вот именно дел А не добрых дел Нас вдохновляет Нас насыщает Нас кормит Как если бы это была пища Я думаю, что любой творческий человек Понимает то, о чем я сейчас говорю Речь идет не только о художествах В смысле написания литературного произведения Романа Или рассказа Или если человек что-то делает своими руками Какую-то поделку Но вы знаете, даже люди технических специальностей Тоже знают это ощущение Когда творец испытывает радость от творения Если ты пишешь программу Ты ее отлаживаешь Тебе тяжело Там вылезают ошибки Иногда ты ломаешь голову Где же там ошибка в том или ином модуле Почему не работает И вот проходит несколько часов Все заработало И ты испытываешь огромную радость Заработала программа Вдохновение Тебе даже и кушать уже не хочется Итак, Господь показывает нам Что делание добрых дел Вдохновляет и питает 35 стих Не говорите ли вы Что еще 4 месяца И наступит жатва Есть два понимания этого стиха Кто-то считает Что Христос Прямо указывает буквально Жатва обычно в Палестине В марте-апреле Что через 4 месяца будет жатва Вы это знаете прекрасно Значит, если он буквально указывает То мы отсчитываем назад 4 месяца Получаем, что беседа с Самарянкой Была в ноябре или в декабре Когда, вообще говоря Достаточно прохладная зима в Палестине Но другие толкователи предполагают Что Христос образно говорит Что вот даже за 4 месяца вперед Вы можете сказать, что через 4 месяца Будет жатва Потому что сейчас вы засеяли И нужно примерно полгода Или 4 месяца Чтобы все это взошло И тот, кто сеет Фермер Он должен ждать А вот вам ждать не нужно Потому что он показывает рукой На Самарян, которые приближаются С Сихема И говорит Смотрите дальше 35 стих А я говорю вам Поднимите очи ваши И посмотрите на Нивы Как они повелели И поспели к жатве То есть он хочет сказать В отличие от сеятеля От фермера Который должен ждать 4 или 6 месяцев Если я, как Мессия Посеял слово Я сейчас только что побеседовал Женой Самарянкой Смотрите И сразу же это слово Дало всходы Она пригласила своих единоплеменников И Нивы Побелели Они уже готовы к жатве Но чтобы жать Нужны жнецы 36 стих Такими жнецами Будут апостолы Которые будут проповедовать Слово Христово И уже устроять церковь христианскую 36 стих Женущий получает награду И собирает плод в жизнь вечную Так что и сеющий И женущий Вместе радоваться будут 37 стих Ибо в этом случае Справедливое изречение Один сеет А другой жнет Христос использует поговорку Которая была известна в то время Один сеет Другой жнет Да, так это бывает Что один специализируется на дном Другой жнет Либо Смысл мог быть иным Что один посеял Не смог воспользоваться Плодами своей деятельности Тогда другой пожинает И конечно Вот именно этот второй смысл Господь указывает апостолам До вас еще Моисей действовал До вас еще Бог открывал себя Через пророка В Ветхом Завете И через это Воспитывал Лудеев И даже Самарян Но теперь Когда пришел я И пришла полнота Откровения Пришло время Жатвы И вы Апостолы И станете Жнецами Посмотрите Вом идут люди Это те самые Нивы Победевшие Для жатвы 38 стих Я послал Вожать То Над чем Вы не трудились Другие Трудились А вы Вошли В труд Их Господь Не умоляет Апостолов Он просто Констатирует Факт То что Вы будете Иметь Верующих Которые будут Обращаться Когда вы будете Проповедовать Меня Мое учение Мою крестную Жертву Это не только И не столько Ваша заслуга И ваша заслуга Есть Но это еще И заслуга Пророков Которые действовали До вас И конечно Нам с вами Верующим Важно помнить Эти слова Для того Чтобы Перенести их И на свою жизнь Потому что Становясь Верующими Православной Церкви Мы при этом Получаем В наследство Огромное Богатство И само Священное Писание Библия Которая есть Книга Церкви И ее Толкование Древние Современные Авторы И богословие А ведь Сколько Сколько Было Полемики Споров Сколько Было Исповедничество В первом Тысячелете Когда велись Богословские Споры Люди были Гонимы За то Что Научились Правильно Выражать Истину Догматы И кроме Того Мы с вами Наследуем Еще и Богослужение Православной Церкви Очень Много Много Даров Мы приобретаем Становясь Верующими Людьми И вот Когда Чем больше Мы углубляемся В традицию Тем больше Понимаем Что Мы живем За счет Нашей Церковной Традиции Она Нас Питает Мы пожинаем Плоды Но при этом Многие Трудились До нас Поэтому Ни в коем Случа Нельзя Зацикливаться На самих Себе Почему Так Важно И читать И вспоминать И святых И их Жития Жизнеописания Потому что Много Было Людей Намного Более Значимых Ярких Интересных Чем мы с вами Это не умаляет нас И наше время Но это позволяет нам Не возгордиться Не считать себя Лучше других Но еще один вывод Мы Не можем Пойти На то Чтобы Понимать Священное Писание Понимать Какие-то церковные Устоявшиеся Всеми Принимаемые Нормы Иным образом Мы от своей Церковной Традиции Не отступаем Да Мы Жнецы Мы все За апостолами Пользуемся Плодами Но мы Не отвергаем Эти плоды Поэтому Для нас С вами Очень важна Традиционность В церкви Очень важна Церковная Герминертика И экзегетика Понимание Библии Как ее понимали Церковные Авторы Святые Акции 39 стих И многие Самаряне Из города Того Уверовали В него По слову Женщины Свидетельствовавшей Что он Сказал ей Все Что она Сделала 40 стих И потому Когда пришли К нему Самаряне То просили Его Побыть У них И он Пробыл Там Два Дня Посмотрите Насколько Впечатлило Самарян Свидетельство Женщины Они Уже По ее Слову А ее Слово Было Пересказом Того Что открыл Ей Господь Иисус По ее Слову Уверовали В Иисуса Как Мессию Поэтому Пришли К нему Но Придя К нему Как Только Начали Беседовать С ним Настолько Впечатлились Настолько Вдохновились Настолько Заинтересовались Что пригласили Иисуса И учеников Побыть У них В гостях И он Соизволил Вместе с учениками Остаться у них На два Дня Значит Это были Два дня Бесед Потому что В сорок Первом Стихе Посмотрите Говорится И еще Большее Число Уверовали По его Слову Сорок Второй Дополняет И разъясняет Сорок Первый стих А женщине То и говорили Уже не по твоим Речам Верую Ибо Сами Слышали И узнали Что он Истинно Спаситель мира Христос В отличие От иудеев Которые Были Все время Расположены Враждебно По отношению К Господу Иисусу Христу И требовали Чудес Знамени Доказательств Им Его Возвышенного Учения Самаряне Так не поступают Они Слушают Его Слово И веруют Иудеи Ищут Чудес И не Становятся Верующими Самаряне Слушают Слово И Веруют Вот Насколько Важно Познание Слова Божия Слово Божие В нас Взращивает Веру А поиск Чудес Может быть Очень Даже Опасным Он был Опасен Для иудеев Опасен Сейчас В нашей С вами Жизни В религиозной И в церковной У каждого Из нас Есть в жизни Какие-то События Когда мы Видим Промысел Божий Знаки Божии Мы говорим Вот это Или это Не могло бы Произойти Если бы За этим Не стоял Бог Но это Понимаем Мы То есть Это происходит Хотя это По большому Счету Противоречило С течению Обстоятельств Происходит Не благодаря А вопреки Обстоятельствам Не получалось Не получалось И вдруг Получилось Но мы знаем Что Никому Мы это Не докажем То есть Любой человек Со стороны Который Не знает Всех деталей Всех тонкостей Только посмеется И скажет Ну Вы Верующие Всегда Все Богу Приписываете Поэтому Для нас Людей Верующих Чудеса В смысле Нечто Сверхъестественное Это не то Чтобы Знаете Какую там Икону Чтобы заговорил Или Какие-то Я видел бы Особые Сияния на небе Лучи Столпы Света Или еще Что-то Это нам Не нужно Потому что Апостол Павел Нас предупреждает Что может В виде Ангела Светлого То есть В виде Посланника Божия Явится Сатана Подши Ангел Поэтому Наоборот Будем Осторожными Если Кому-то Такие Будут Видения Не будем Им доверять Но Для нас Чудо То Как Нас Бог Ведет По жизни Поэтому Мы не Ищем Чудес И знамений Как это Делали Неуверовшие А злобившие Сеудии А мы С вами Будем Стараться Как и Самаряне Слушать Рассуждать Вникать Понимать Слово Божие Слово Господа Иисуса Христа И вот Они Слушая Его беседы Его поучения Откровения О Боге Говорили Этой женщине Самарянке Мы уже Теперь Не потому Что ты Нам рассказала Не по твоим Речам Веруем Но Сами Слышали И Узнали Знаем Ведаем Слово Греческое Которое Значает Ведаем То есть Точно Знаем Достоверно Что же Они Узнали Слышав Слово Что Он Истинно Спаситель Мира Христос И вот Это Очень Интересная Фраза Потому Что Учение О Спасителе Мира Мы с вами Знаем Было И За пределами Палестины Эллинистические Религии Предлагали Некоторых Богов Как Кандидатов На то Чтобы Быть Спасителями Сотирами Греческое Слово Сотир Спаситель Мы с вами Знаем Об Эллинистической Религии Асклепия Бога Которого В Многочисленных Провинциях Римской Империи Не только Исповедовали Ему Поклонялись Но его И именовали Спасителем Сотиром А Слово Христос Помазник Имеет Именно Иудейское Происхождение Иудеи Ожидали Того Кто Спасет Мир От греха Как Помазанника И вот Самаряне Собирают Эти два Понятия Воедино Собирают Потому что Господь им Сказал Уже И самарянская И иудейская Вера Упразднены Получается Что тем более Упразднены И языческие Веры Но Привычная Для того Времени Для той эпохи Терминология Которая Была Знакома И язычникам Используется Самарянами Чтобы выразить Учение Об Иисусе Из Назарета Который есть Не только Христос Но и Спаситель Сотир Тот Который Спасает Спасет От греха Каждого Верующего В него И мы с вами Сегодня тоже Используем Оба этих термина И Христос И Спаситель 43 стих По прошествии Двух дней Он вышел Оттуда И пошел В Галилею Господь Иисус Христос Находил Сусомарян Только Два дня И после этого Он направился Дальше В Галилею Что собственно И было Точкой Куда Он двигался Получается Что Только два дня Понадобилось Видимо Немалому Количеству Жителей Сихема Для того Чтобы Из общения С Господом Иисусом Христом Уверовать В Него И стать Его последователями Стать Христианами Получается Что Не всегда Нужно Продолжительное Изучение Слова Божия Для того Чтобы появилась Вера Но Для того Чтобы вера Возрастала Для того Чтобы вера Укреплялась Конечно же Нужно Слово Божье Изучать Потому что Вера От слышания А слышание От слова Божия Говорит Святой Апостол Павел Поэтому Мы с вами Не будем Лениться Читать Не только Евангелие От Иоанна Но и другие Евангелия Книги Нового И Ветхого Завета Чтобы получили Пользу Не меньшую А намного Большую Чем Самаряне Ибо Господь Иисус Христос Дает нам И воду Живую И научил нас Поклоняться Отцу В духе Истине А его Исповедовать И Спасителем И Христом Спасибо За внимание Внеси свой вклад Оцени Подпишись И поделись Этим видео Продолжение следует... Продолжение следует...